20 минут о стильном, добром и красивом, что проявляет себя, независимо от погоды и политической ситуации. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Конкурс красоты в стиле бодипозитив «Леди Мармелад» объявила о старте второго сезона. В настоящее время идут кастинги, а пока девчонки плюс сайз собираются вместе в рамках другого своего проекта – клуба «Леди Мармелад». Программа «Бьюти Тайм» с удовольствием наблюдает и за тем, и за другим. Для того, чтобы найти маску в Инстаграм, мы находим историю, создание истории. Дальше мы пролистываем все листы, которые у нас есть на истории, находим вот такой значок поиска. Сегодня Инстаграм одинаково важен как для коммерческого предприятия, так и для частных лиц. Спросите тех, кто зарабатывает на своей странице хорошие деньги. Мы вместе с участницами клуба «Леди Мармелад» решили понять, из чего состоит популярный Инстаграм-аккаунт. Девушки-мармеладки оказались очень разносторонними. Кто-то ведет кулинарный блог и показывает приготовление фирменных рецептов, кто-то вышивает картины бисером, а кто-то путешествует. Так как я люблю горы, я хожу туда часто, хочу показать красоты нашего Урала. Очень красивые у нас места – Тургаяк, Зураткуль, вообще наш хребет уральский. СММ-эксперты Анна и Венина разложили аккаунт и героинь буквально по частям и предложили персональное оформление профиля. По словам девушек, в Инстаграме важна каждая деталь, начиная с названия аккаунта, заканчивая фильтром на фотографии. Люди неправильно пишут свое имя, то есть это через собачьего никнейм. Либо он нечитаемый, либо он непонятный, либо там есть нечитание культа, к примеру, Шей Леже, да, то есть это не прочитаемый. Они разделены пробелами, либо точками, и то есть название аккаунта просто непонятно, когда ты видишь перед собой эту страничку. Сейчас все любят минимализм, все любят настоящую жизнь, настоящую историю, поэтому мы их тоже рекомендуем. Минимально использовать те же самые, с первым шаглоном, траконерическим. То есть никаких фильтров, если это фильтры, то прям минимальные, может быть, со света можно поиграться. Шагка профиля – это то, чем человек занимается, да. Мы четко пишем «многги Челябинс», «моникюр Челябинс», «генелагр Челябинс», точно так же «визажисты Челябинс». И в том, что информация о нашей компании, например, прайс, услуги, которые мы уставляем, наши отзывы, адрес, где мы находимся, как добраться до нас, контакты, то есть телефон, связь с нами максимально быстрая. Шагка профиля – это ваше уникальное торговое предложение. Почему я, клиент, должна подписаться на вас? Какую пользу я от вас получу? От вашего аккаунта, да. То есть это информация, это акции. На каждую дубликацию мы ставим хэштеги, хэштеги мы оставим в комментариях после нашей группы, и в идеале выкладывать хэштеги сразу после того, как вы выложили опрос. Для того, чтобы они работали и вывели вас в шагку профиля, у вас обязательно должна быть связь с вами напрямую. То есть я, клиент, должна связаться прямо. Либо это приз, либо это месседжми, которые мы выкрепляем. Давайте пишем и записаться. Пальчик вниз. Участницы схватывали советы на лету и сразу тестировали лайфхаки. Можно, оказывается, через Телеграм закачивать музыку, копировать и отправлять в Инстаграм. Это было довольно-таки понятно. Я выкладывала сторис, и у меня всегда возникала проблема, как туда подключить музыку. Мне догадывалось, что месседжеры, которые продаются в фейк-маркете, можно подставить к Инстаграму и еще дополнить функции. То есть Инстаграм еще расширяется, еще больше возможностей появляются, как в общении, так и в фотоработах, видеоработах. Знания по созданию и введению успешного Инстаграм-аккаунта, несомненно, пригодятся каждой из участниц клуба «Леди Мармелад». Интенсивы для мармеладок охватывают сферы косметологии, красоты, искусства, моды и психологии. Во втором сезоне конкурса, который стартует 1 ноября, таких тренингов станет еще больше. «Леди Мармелад» приглашает девушек пышных форм принять участие и получить бесценный опыт. Это «Бьюти Тайм» программа о красивой жизни, ухоженной внешности и стильном антураже. Продолжаем выпуск. Тема гендерных стереотипов так или иначе затрагивает многие сферы жизни, и ювелирное искусство не стало исключением. Обручальные кольца и лучшие друзья девушек тоже оказываются под влиянием тренда, связанного с размытием границ между мужским и женским. Выставка «Девятая марта», которая открылась в Челябинске, была как раз посвящена современному феминизму. Она рассказывает, как и многие, кстати, из наших авторов, свою личную историю о том, что когда она была маленькая, ее папа работал автомехаником, она ужасно хотела этим заниматься, ей было интересно, она просила папу что-то ей рассказать, показать, взять ее с собой, но он говорил, нет, извини, твое место рядом со стиркой белья, глажкой, вот это вот всего. И теперь Лиза выросла и сделала это колье из расплавленных прищепок. То есть оно буквально вот отсылает к такому труду женскому, стереотипному. И дальше мы все надеемся, что эта история закончится хорошо, и вот что этим украшением она как-то переломит эту практику, но нет. Она пишет о том, что сейчас у нее есть маленькая дочь, и она очень часто ловит себя на том, что с этой своей дочерью она занимается ровно тем же самым. Они гладят, вешают белье, и, в общем, из раз в раз, из поколения в поколение, повторяют эту вот практику. Но, тем не менее, эта история вылилась вот в такой вот колье. Каждое украшение нужно рассмотреть поближе, нужно увидеть, наверное, саму суть, которую хотел передать автор той или иной работы. Поэтому, наверное, сразу узнать посыл. Не всегда получается, но очень интересно всегда послушать какую-то историю, даже какой-то, наверное, личный бэкграунд каждого автора, каждой работы. У многих это какая-то своя частная история, причем очень часто какой-то вот просто эпизод из жизни, который они проговаривают таким образом. А многие, наоборот, говорят, например, о проблеме, которая существует в их стране и которая действительно важна там, является причиной, не знаю, выхода в тысячи человек на митинг, например, как в Мексике. Мы привезли работу, которую сделала художница Лорена Лазард, она родом из Мексики. И мы таким образом узнаем о том, какие существуют проблемы в каждой стране. Например, у нее такое ожерелье, где висят силуэты, знаете, как в криминальной хронике, обведенные мелом. Как бы силуэт убитых женщин, и она просто рассказывает о том, что в Мексике ужасно сильна проблема фемицида, просто убийство женщин именно по гендерному признаку, и у них там многотысячные демонстрации против этого, и они пытаются решить эту проблему. Она сделала эту работу, чтобы как бы ее показать. У нас такой проблемы нет. У нас есть другие, но это нет. Или, например, была художница, которую мы сюда не привезли, она была из Австралии, и она сделала работу, которая была посвящена дискриминации не просто против женщин, а против женщин коренных народов Австралии, потому что оно оказывается еще сильнее. Там они в гораздо большем процентном соотношении бывают. Там страдают от домашнего насилия, несправедливо попадают в тюрьмы и так далее, и так далее. Она сделала серию работы, посвященную этому, как бы переиначив немножечко традиционную технику изготовления украшений коренных народов, сделав ее более яркой такой, и написав на ней цифры, вот это именно процентных соотношений. Ужасно интересно. Просто мы таким образом тоже узнаем немножечко больше о мире через звезды украшения. Оно провокационно, и что-то вызывает у меня абсолютно разные эмоции, а вообще в целом, да, все, что происходит с человеком, так или иначе, переходит на уровень эмоций. В этом смысле это очень важная история. Выставка в Челябинске проходила всего три дня. Но и этого хватило, чтобы оставить после себя едкое послевкусие и спровоцировать жаркие обсуждения. Нельзя равнять то, что разное. Мы один биологический вид, мы совершенно разные. И многие женщины, равняясь на мужчин, становятся, ну, наверное, грубо будет сказано, но мужеподобными забывают, что в них есть женщин, в них есть женственность. Им иногда нужно просто радоваться жизни, и больше спать, и варить борщ, и от этого будет хорошо. Мне кажется, феминизм – это здравый смысл. Это равенство людей во всех проявлениях, в работе, в бизнесе, в творчестве, во всем. То есть, поэтому, мне кажется, феминизм – это такое равновесие в обществе. В современном обществе феминистки получают колоссальную поддержку и привлекают все больше людей к этой проблеме. Только почему-то все забывают про мужчин, на которых также вешают ярлыки и заставляют в чем-то оправдываться. Если считать, сколько у нас было заявок на разные темы, конечно, про проблемы женщин, их огромное количество, их намного больше. И это очень печально. Но я думаю, опять же, что это просто этап, и в какой-то момент, то есть вообще этот разговор начинается о том, что вообще равенство, оно хорошо для всех. И то, что мужчина у нас умирает на 20 лет раньше – это прямое следствие того, что мы как-то относимся по-разному к себе и друг другу, и руководствуемся какими-то, ну, в том числе, гендерами, что неверно. И надеемся, что об этом тоже начнет разговор. Для любителей искусства – это шанс открыть для себя жанр контемпорари. Для тех, кто в теме – задуматься о повестке дня современного феминизма. Ведь эта выставка объединила авторов со всего мира. И каждый из них через свою работу отразил проблему своей страны, либо же личную историю и частную боль. МедиАрт. Утонченная классика. МедиАрт. Безупречный силуэт. Женственность. Главный модный тренд. МедиАрт – это платье вашей мечты. МедиАрт. Гарантия восторженных взглядов. Лид Магнит. Новое шоу о получении прибыли с Ютуба. Лид Магнит. Проект о том, как привести клиентов с помощью своего бизнес-канала на видеохостинги. С чего начать? Как снять видео и оформить канал? Как получить лайки и подписчиков? Как продвигать и оптимизировать? Советы опытных Ютуб-маркетологов, режиссеров, сценаристов, дизайнеров. Вы увидите, как пошагово появляется Ютуб-канал и начинает развиваться. Лид Магнит. Прокачаем ваш канал. Вы снова в центре внимания. Актуальная мода большого города. В магазине «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Здравствуйте! Я приветствую вас в банкетном зале пиццерии «Перчик» в городе Челябинске. Банкетные залы есть в каждой нашей пиццерии. Некоторые из них рассчитаны на посадку до 20 человек, некоторые до 100 человек. Вместительность этого банкетного зала 100 персон. Цены у нас демократичные, выбор блюд разнообразный. У нас есть приятные бонусы для наших гостей. К примеру, напитки, фрукты, десерты вы можете принести с собой. Также мы готовим банкетные блюда на вынос. В нашей сети 9 банкетных площадок в разных городах области. В Челябинске, Златоусте, Снежинске, Возерске и Кыштыре. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. МАХВА. Первые для первых. Это Бьюти Тайм. Программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. С корейской уходовой косметикой знакомы многие. Кто из нас не встречал гидрогелевые патчи и тканевые маски в разноцветной упаковке? Не уступают по качеству и средства по уходу за волосами корейского производства. Обзор популярных позиций представляет наш эксперт, директор магазина корейской косметики Ольга Грачева. И то, что есть потрясающие марки корейские, которые работают на профессиональном уровне, так будем говорить, это тоже уже наши женщины узнали потом. Например, марка Ладор. Специализируется только на волосах. Все, что есть в линейке, она достаточно большая. Все средства на кератине. Нужно понимать, что это высококонцентрированные достаточно средства, потому что волосы у корейцев очень сильно отличаются от наших волос. Соответственно, на наших волосах они работают очень-очень активно. Есть шампуни, есть кондиционеры, есть сыворотки, эссенции для волос. Вот появился тоник для укрепления. Вот эта марка Эстетик Хаус, она тоже делает очень хорошие средства с протеинами шелка. Здесь у вас будет такой эффект немножко как бы как ламинации, укрепление волоса. Здесь тоже присутствует укрепление, но больше на разглаживание. Поэтому они даже делают вот такую картинку, что волосы будут прямо супер-супер гладкие. Есть, допустим, такое средство, которое очень долго и сейчас, может быть, многие не совсем понимают, для чего это нужно. Это маска для кожи головы с чайным деревом. То есть в первую очередь, конечно, рекомендована для тех, у кого есть перхоть. То есть чайное дерево – это противовоспалительный, мощный эффект. Это снижает уровень жирности кожи, соответственно, как бы уменьшается перхоть. Очищение кожи головы – очень важный этап в уходе за волосами. Ведь именно от этого будет зависеть, как быстро загрязняться волосы и сколько прическа будет держать объем. Актуальная эта тема и для мужчин. Ведь очищение – это еще и профилактика выпадения. Это средство для очищения кожи головы. Содержит специальные гранулки для очищения кожи головы. Это, в принципе, рекомендовано средство для всех. Это нужно делать всем периодически, для того, чтобы отшелушивать поверхность головы и для усиления роста волос. Для блеска и гладкости самого полотна волос существует также множество продуктов – спреи, масла, ампульные сыворотки, тоники и маски. Вот такие вот средства – спреи с кератином, мисты для укрепления волос. Они, тем не менее, придают еще объем. Много эти средства наносить ни в коем случае нельзя. Мы же стараемся, что чем больше, тем лучше. Ни в коем случае. Потому что спреи, какие бы составы у них хорошие не были, и мисты, они наносятся на расстоянии, вот как бы так будем говорить, слегка. Этого достаточно. Если мы с этим переборщим, то у нас волосы уже не будут такими пышными. И мы можем получить другой эффект. Вот эти средства. Это все относится к ампульным сывороткам. В основном это связано все с кончиками для волос. Это тоже ампульное средство. Они по текстуре будут похожи. То есть это как вот ночная типа маска, а это будет как сыворотка, которую, в принципе, можно наносить. Вы волосы подсушили, днем нанесли вот так вот аккуратненько все. И дальше делаете укладку. Все направлено на восстановление волос. Не так давно стали вот эти вот масла с кератином выпускать. Многие боятся, боятся, думают, что волосы будут жирные. Эти масла, это не те масла, которые мы употребляем в пищу. То есть здесь совершенно другой состав, который не утяжеляет волосы. Они очень быстро в волосы впитываются. Есть вот такие вот сыворотки, которые нужно растворять просто в воде. Это порошок. Буквально минут 20 вы ее держите, 30 смываете. Почему не нужно держать это час-два, что называется, и больше? Потому что я еще раз говорю, не забывайте, что это высококонцентрированные средства. Средства для кожи для мужчин выпускаются отдельно. И надо понимать, что они в Корее стоят очень дорого. Вот эти все средства, которые я показываю, для мужской кожи подходят тоже идеально для мужских волос. Отдельное внимание заслуживают так называемые филлеры для волос. Те, кто ходит к косметологу, знают, что это материал для восстановления объемов на лице. А что же подразумевают производители косметики, мы сейчас узнаем. Это так же, как эссенция. Это соцсредство для восстановления волос. Это высококонцентрированное средство. Самый первый филлер и самый известный – это ладор. Вот так они выглядят, темно-синие. Их уже знают все. Марка Фармстей выпустила. Это с коллагеном филлер. Вот этот вот филлер тоже марка Фармстей. Последняя новинка – это с гиалуронкой филлер. Вот это вот керамиды тоже Фармстей. Вот это то, что я держу. Эстетик Хаус марка с пантенолом филлер выпустила. И это еще не предел, потому что на самом деле выходят уже новинки, которые скоро еще появятся там. Значит, есть с коэнзимом уже филлеры, есть уже для восстановления с улиткой. Разница у них может быть только в чем. Обращайте внимание на филлере. Вот, например, вот на этом филлере стоит один к одному. Что это обозначает? Должны развести таким же количеством воды. Вот на этих филлерах никаких один-один нет. То есть их не нужно разводить. Это готовая эссенция, которая наносится на волосы. Это не предназначено средство для корней. Эти средства – это смываемые. Мы их на волосах не оставляем. А еще у корейцев есть такая особенность. Они постоянно обновляют свои линейки продуктов. Только успеешь привыкнуть к какому-то средству, его снимают с производства и предлагают что-то новое. В этом, на их взгляд, состоит грамотный уход, чтобы кожа не успевала привыкнуть и каждый раз возникал вау-эффект. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Редактор субтитров А.Семкин